Сегодня лучшие учителя Забайкальского края собрались в чете на пятые педагогические чтения. Символично, что доклады были представлены в пяти направлениях. В основном они касались исторического экскурса в прошлое нашей страны. Ведь сто лет назад начала свою жизнь Единая Трудовая Школа. Положение об Единой Трудовой Школе было принято в 1918 году. И в этом году исполняется сто лет этому положению. Для нас это важнейший государственный документ, который определил развитие школы в Советском Союзе. Учителя представили разнообразные доклады, которые отражают различные стороны развития Единой Трудовой Школы. Множество работ было посвящено инклюзивному образованию в Забайкальском крае. Проще говоря, организации обучения детей-инвалидов в обычном классе со здоровыми сверстниками. Если еще вчера это было мечтой, то сегодня такие особенные классы есть почти в каждой школе любого района. Это Балейский район, город Бали, это город Краснокаменск, это, значит, есть работы из Оловянинского района. Очень важно само отношение, потому что, ну, с точки зрения вот педагогической логики, да, это, конечно, лишние заботы для педагогов, то есть это лишние трудности, это совсем по-другому нужно устраивать учебные занятия, чем когда дети обучаются в гомогенных классах и группах, да, но важно само отношение педагогов. Педагоги очень позитивно к этому относятся. Чтение дали возможность учителям не только узнать новое и задать свои вопросы именитым педагогам края, но и приобрести нужную литературу. В фойе можно было найти пособия на любой вкус. Дарья Юринская, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.